Чернуха и трэш в ваших новостях. Постеры с бабами – это норма теперь для человека советской культуры? Ну, как тебе сказать. Знаешь, в рамках советской культуры были фотки с голыми бабами. Отличные журналы. Вот, например, журнал «Плейбой» можно было купить примерно за 60 рублей. Это была тогда минимальная зарплата и столько стоил «Плейбой». Его можно было порезать на страничке и каждую бабу продать отдельно. Примерно по рублю, да, Дементий? И, в общем-то, там рублей 120 получалось. Неплохо. Я лично этим занимался, извините за откровение. И не только я. Вот Дементий тот же секрет лично разработал, независимо от меня. Манесли информацию и доброту, и душевное спокойствие людям. Да. Ну, и что? Чернуха и трэш. Если вокруг тебя все практически происходящее. В станице Кущевской зарезали 12 человек, например, за раз. И что? Про это нельзя говорить, да? Трэш в новостях. А что такое трэш? Я, честно говоря, не понимаю. Я вот вижу, как люди вокруг меня живут и что в мире происходит. Про это и новости. Если тебе хочется чего-то там, я не знаю, про белый лебедь на пруду, ходи в другое место. Не смотри вообще. Постеры с бабами тебя раздражают. Ты любишь постеры с мужиками. Ну, наверное, на другой ресурс ходить надо. Мне женщины нравятся и не только мне всю сознательную жизнь. Я считаю, что мать природы красивей женщины ничего не создала. Поэтому разглядывание красивых женщин... Прекратите! Кстати, в завершении ответа от вопроса, когда мы занимались продажей вырезки из журнала Playboy, мы были молодые, нам нужны бледеньки. Картман, журнал за прошлый месяц. Норма, не норма. Слышь, я взрослый человек, в отличие от тебя, по всей видимости. Вот мне, лично мне интересно вот это. У нас сейчас, если ты вдруг не заметил, свобода. Свобода, предполагая, что ты можешь говорить о чём угодно, как угодно, в рамках собственного воспитания. Ну, я думаю, что порнографии ты у меня на сайте не видишь. Особой похабщины, наверное, не видишь. Например, все новости, которые я пишу, они без мата. И ролики у нас, как правило, без матьюгов. Матьюги встречаются редко и, в общем-то, только там, где надо. Свобода выбора предполагает, что ты можешь ходить туда, куда тебе интересно. Где тебе нравится, если не нравится, а зачем ты сюда ходишь? Чтобы вот идиотские претензии мне высказывать. Иди проспись. Мир устроен не так, как тебе кажется. И люди никогда не будут делать то, что тебе хочется. Они совсем другие, не такие, как ты.